здорово комрады ну и хейтером привет в общем что добрался я сейчас сюда тайгу глухое место совершенно еле пробился сюда на собачки собачку взял сегодня с корытом потому что приходится идти по целику ехал я там внизу речка хотел попробовать харизу половить взял бур шуруповерт все дела но там река буквально под берегом скрылась и я как бы не добрался туда хотел вот рыбалка отменяется но пар параллельно таскать была задача у меня сегодня проверить бурундука бурундука 60 60 75 рукоять топор пойдет кое-куда кое зачем позже увидите вот и по и перед отправкой нужно его проверить вот поэтому сейчас тут есть по пути такая вот небольшая сушинка вот это толстую валить не буду она сильно уж толстую да и не надо мне такую вот на это проверю просто как рукояти стоят как держит если все нормально значит топор пакуется и отправляется вот поэтому сядут рукоять лично 75 чехольчик у него такой толстой кожи моим сейчас когда перед эксплуатации вот посадили отков и постучали его об дерево чтобы он плотненько сел не вот так когда он болтается то есть пытаться забить когда еще отков не посажен а так вот рукой плотненько прижали потом подключаем сухая пиктушка возле корней тут всякая грязь поэтому буду рубить чуть-чуть повыше чтобы лезвие не попортить 60 рукоять пока ставим поработаем 75 вот топор так вот сел плотненько со временем он наработается и чуть-чуть еще сползет вот чуть-чуть сползет вперед но сейчас вот посадку у него как бы рабочих если честно маленько подзмок сюда пока добирался на собачки поэтому пожалуй куртка с ними было сильно уж теплая вообще как бы изначально конечно неправильно зашел вот туда смотрит наклоненном эти наклон наклон может незаметно но он в эту сторону что-то я поторопился рубить сначала нам здесь все-таки зарублюсь и с этой стороны зарублюсь маленько а потом уже валить буду с той стороны здесь вот еще бугор даже не бугор это какой-то старый ствол нужно быть очень аккуратно то есть ствол при падении сыграет благо он не сильно длинный облома что сказать но тем не менее нужно быть аккуратным заодно рукоять поменяем как раз два удара рукоять сошла ставим 60 таким же способом натягиваем и подбиваем пленку не сдирая на сама то есть не хочется разматывать она сама сейчас сойдет пока пускай буду рубить она потихоньку слезет проверяем заодно лезвию на сучки вот Смотрите продолжение в 3 части. О, остатки снега падают за шиворот. Вот, пленка сползла. Так, там что-нибудь видать нет? Снимаю на экшн-камеру, не совсем порой понимаю. Куда она снимает? Смотрите продолжение в 3 части. В общем, с этим стволом косяков она делала целую кучу. Здесь так врубился, а первый заруб изначально сделал ниже. Вот, блин. Ну, благо еще сильно не заглубился. Сейчас придется перерубиться вот так высоко прямо. Иначе можно, так сказать, словить неприятности. Ну, давайте перерубимся. 60-я рукоять тоже хорошо стоит. Меняем ее обратно на 75-ю. Задача проверить топор и как рукояти стоят на нем. Чтоб потом не было вопросов. Все, валю, но поднимаюсь выше. Абсолютно вот. Все. Продолжение следует... 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 контролируется хорошо именно одной рукой а когда двумя руками вот уже у меня вот как бы ну как вам объяснить у меня допустим когда клюшку веду меня левый хват соответственно у меня рука ведущая правая лежит на конце рукояти а левая чуть раньше лежит я таким образом рублю то есть не наоборот так у меня неудобно рубить я так как бы не хватаюсь ну у каждого свой хват ладно топорик я проверил топорик работает отлично естественно никаких повреждений на лезвие нет и не может быть должен в принципе брить спокойно также сейчас закатаем его за рука и так бритой уже принципе если видно сейчас уже темно я после работы поехал ведь волосинки на лезвие если видно вот они находятся на лезвие с камерой капает упал снег дома сейчас просушить в принципе теста снял дорогу пробил дорогу пробил на собачке единственно что на собачке конечно вот по таким вариантам когда тут косогоры вверх-вниз 10 колея старая еще таскать машина трактора собака валится вправо влево очень сложно управлять ровно поэтому скорее всего скорее всего для таких ситуаций нужно с ней делать мототолкач что в виде собаки если честно тяжеловато ездить по таким буминян то сказать но скорее всего на следующий год буду делать с нее мототолкач а сзади будут цеплять сани когда надо будет кого-то возить там либо корыто вот так собачка ничего справляется хоть и тяжеловато но в принципе заехал тут несколько гор таки горок довольно таки серьезных но про пробрался нормально собачка работает собачка помогает молодец спасибо ну ладно за новых встреч думаю скоро увидимся есть у меня пару задумок интересных по поводу ну ладно не буду говорить по какому поводу но покажу до новых встреч с новым годом еще раз всех счастья здоровья ваш дом счастливо и и Продолжение следует...